Вмешательство, видимо, потусторонних сил, видимо, у меня черный глаз, наверное. Большое замечание Касьянову, еще раз руку поднимешь, поедет сородки, которого еще он понял. Ну, я довольно-таки эмоциональный человек. Васильевич, мне мотоцикл так, я ногой носком еле держу. Диктатор, одним словом, а по-другому дисциплина, дисциплина. Бесит. Так а я что делаю, Васильевич, вы говорите, что я пешком ползу. Я что делаю. Со стороны агрокомплекса был жесткий наезд. Я считаю, это дно, это назад. Интересно, должны красивый идти, красивый мотоболк. Меня вот в герпелях по лицу бьют, никто даже карточку не дает. А здесь вот так вот, шлем-шлем, потал, и что? Маленькие ребята, они в основном симулируют, просто не вывозят физически. Ну, я вспоминаю, думаю, когда же у меня мотоцикл сломался. У меня диск лопнул, 100%. Подъезд ко мне вдвоем, перейдем. Подлиже, спокойно. У нас сейчас будут банные процедуры. В темпе, в темпе, в темпе. Вмешательство, видимо, потусторонних сил, потому что я еще лет, ну, 8-9 назад, я на следующий год, 22-м году, 50 лет команде, и еще лет 8-9 назад, говорит, надо будет, видно, в 22-м году взять чемпионат Европы, как раз совместить с юбилеем команды, и чемпионат Европы. Будет отличное такое серьезное мероприятие. А 20-й год началась пандемия, ковид-19, и перенесли на 21-й год. Сделали трибуну без спешки, перекрыли поле, подстроили этот ангар под хранение мотоциклов всех команд. Все практически готовили. На 21-й год опять отменили, но, к счастью, оставили 22-й год, с 16-го по 21-го августа. Надеюсь, все-таки к юбилею команды, как я 10 лет назад мечтал, видимо, так вот, видимо, у меня черный глаз, наверное. Ну, Валерий Гриевич, я вас поздравляю, потому что еще буквально в конце сезона мотобольного этого года не было понятно, подтвердят, не подтвердят, но вы рады? Ну, ты знаешь, Юлия, честно говоря, я бы тебе 100% не дал, что состоится и в 22-м году, потому что, к сожалению, вот сейчас опять новости идут в Германии, увеличение, во Франции увеличение, чуть ли не уже чрезвычайное положение будет. Поэтому, вот, боюсь, мы готовы. Стадион готов, поддержка есть, понимание есть и у Министерства спорта области и Минспорта России, все включено, и я думаю, что это будет. Если только вот единственное, что может помешать, это эпидемия ковида-19. Целый год мы сидели без игр, ну, грубо говоря, ничего не делали, только тренировались, готовились к сезону, а так приехали, первые игры прошли очень хорошо, все соскучили, все играли очень озлобно. Ну, первые игры тяжело проходили, не то что с непривычкой, просто давно не сидели на мотоцикле. Легко никогда не бывает, всегда надо настраиваться на победу, и как бы каждого соперника нужно уважать. Принцип нашей команды, стиль нашей игры, это коллективная игра, коллективизм, чтобы ни в коем случае индивидуальный спортсмен, чтобы его угасить, вот надо делать так, нет. К сожалению, другие команды, я не вижу этого. Например, какие команды отличаются тем, что один игрок, и он все тянет. Я про лидеров и агрокомплекс, хотя вот сейчас было собрание, у нас тренеры все собирались, планы, высказывали все, что вот скатились на индивидуальную игру, но вы же сами скатились. Я считаю, это одно, это назад. Интересно, вы должны красивый мотобол, он для зрителей, правильно? Номер второй. Заслуженный мастер спорта Антон Гузин. Номер третий. Капитан команды. Заслуженный мастер спорта Владимир Сосинский. У-у-у, Металлург, Металлург! Для Металлурга это шестая игра. В рамках чемпиата России, но в Металлург, сегодня я буду встретиться с командой «Колос» из Краснодарского края. Противник серьезный. Игра ожидается напряженная, но посмотрим, кто кого все-таки сегодня. Тулек, далеко, далеко. Нога разогнута. Слушаем, когда говорят. Антон, тебе поддавливать нормально, а в него останавливаешься. Ваня тоже самое сделал, все красиво в него, но плотнее остановился под ним, помнишь? Полез в отбор и перетармотился. Большое замечание Касьянову. Еще раз руку поднимешь, поедет Сородки, которого решил. Понял? Руку не поднимаем, судим вообще. Ну, я довольно-таки эмоциональный человек. Ну, стараюсь как-то сдерживаться, но бывает не получается. И вот сейчас в такие моменты, психуешь, что-то не получается. И вот поэтому так. У тебя мяч в ноге, в дуге. Все, ты можешь уехать. Зачем ты показываешь? Вперед, вперед. Васильич, он его доцикал так. Судим, ногой носком еле держу. Мы про другое. Судим, ничего не показываешь. Нет, ты заорал, говорит. Ну, колесом, ***. Нет, еще раз. Еще раз повторяю. Судим, ничего не показываешь. Холодная голова, вперед. У нас цели другие. Не судим и игра, как соперник. Бывают, конечно, моменты, так получается. Но потом спокойно обсудили и все. И пришли к общему знаменателю. И нормально все. Может, Мара спуска едет, а мы диск сейчас видны, что поменяются. Разве он за нас у меня. Ну, я вспоминаю, думаю, когда же у меня мотоцикл сломался. Юрь, у меня диск лопнул, 100%. Произошло сильное столкновение, что вилка ушла в другую сторону, колесо в другую сторону. И пришлось укатывать механикам 100 метров, тащить этот мотоцикл на ремонт. Диск лопнул, один. Я думал, что вообще не буду играть, но молодцы, справились. Руль загнули, все, выпрямили. Руль загнули, все, выпрямили. Со стороны агрокомплекса был жесткий наезд на мой мотоцикл, как бы падение. Это меня спровоцировало, как бы не держал свои эмоции. Нас выгнали судей. Симулянт однозначно, да. Прямо неймар мотобольный. Игрок бесит. Я не разбирался, как его зовут, как у него фамилия. Даже номер не помню, кто это был. Какой-то маленький парень-то наглец. Маленькие тоже кусаются. Да, и больно кусаются. Так что нужно в ухо держать во стру. А такие симулянты часто вообще встречаются? Ну вот именно маленькие ребята, они в основном симулируют. Потому что они не вывозят физически, да, как бы. И просто им остается только симулировать. И как бы судья на это ведется, удаляет. Остаемся в меньшинстве, но нужно как бы с этим тоже бороться. Ну что говорит Васильевич? Дядь, мечтай. Мне не интересно, о чем говорится. Играем без студии. 26. Амбиции, эмоции, когда не получается. Как надо команду держать в вежевых луковицах? Или как вот вы себя ведете со своими подопечными? Конечно, конечно, конечно. Ну, диктатор. Одним словом. А по-другому дисциплина. Дисциплина, она все потом перевешивает, все выиграет. Без дисциплины никак. Мы играем втроем. Ездить только перед ним. За ним не ездить. И не падать на центр. Потому что вообще сошли поливая песка, поэтому и падают. Ваня тебе выводит 1 на 1, ты падаешь. Какой ты на 1? Ваня тебе опять отыгрывает. Быстрее вставай, убивай мяч. Так и я что делаю Васильевич? Вы говорите, что я пешком ползу. Я что, ты должен. Договорите, как будто специально падать. Нельзя падать. Я тренером в команде с 2006 года. А у нас вот по этому случаю, по недавнешнему, я не помню, чтобы у нас были вообще какие-то драки, какие-то там провокации на поле. Никогда. Если у нас что-то нас провоцирует, нас обидели, неправильно засудили, ни в коем случае судим. И никогда перечить ничего нельзя. А если нас обидели чем-то, то мы наказываем голым. И все. Чего перемкнуло? Зачем крыть? Мы мяч таскаем, время тянет. Зачем ты мне поехал? Приходится выбегать, мне как клоун там кричать. Отъедем. Ну что там? Конечно. Зачем мы играем втроем в меньшинстве? Уехали к центральной линии. Едем. Я центр не могу переехать, чтобы ко мне подъехал. Еду к тебе. Да, ты от меня ездишь. Подъедь ко мне вдвоем, перейдем в центр. Поближе. Паска коротенький, конечно. Мы нас трое. Они вдвоем гоняют, ты стоишь на центре, смотришь, как они... Ударили, когда мы втроем играли. Ударили. Это хорошо Ваня спас. И Леха спас. Один на один выход. Потому что ты лежал в центре, понимаешь? Потому что меня завалили, Васильевич. Он ниху... Не пытается. Дубь от специали, убивают просто. Я что могу сделать? Что я могу сделать? Как? Я не уезжал, меня догоняют. На. Я полетене бил, я шлем шлипал. Шлем шлипал. Васильевич, как меня в этом гертелях по лицу бьют. Никто даже карточку не дал. А здесь вот так вот, шлем шлем попал, и что? Ну, там, движение было. Ну, ничего, не подъезжаем, не выясняем. Будем выше, и все. Что же, Вазь, раз, два, три. Не железные. Ну, негодяй. Ну, что? Потому что начал потихонечку ездить. Расслабился, потихонечку, ну, весь период. И вот расслабился, сейчас засадят. Что же? Не расслабляться. Выехал, играть так и играть. Никто не расслаблялся. В темпе, в темпе, в темпе. Камера запах не передает. Леха сухой сегодня. Что там так случилось-то в итоге? Ой, Леха. Там ужасная драка была. Симулянт он просто. Да, симулянт. Побой, боитесь, снимать? Побой сейчас снимет, да. Заявление. На телефон. Атрасляция была, тоже все видит. Какая? Славина? Да. Заворозывается за решетку. Я говорю, снял голову. Я говорю, на полставки, там, устроится хотя бы. Хотя бы, значит, отставки. С нашим снял голову, говорит, нет, не снял за решетку. Так, господа телевизионщики, на этом мы закругляемся. У нас сейчас будут банные процедуры. Ждем вас в следующей игре. Ниталург-2 это как бы молодежная команда. В прошлом году включили нас в чемпионат России. Я-то, понятно, молодой, еще неопытный. Иногда где-то накричат. Ну, это нормально в команде. На телевизор будут смотреть люди, не надо. Не-не-не, это действительно так. Когда делает человек, особенно такой классный специалист, как наш механик. Надо делать тишине, успокоиться. Чтобы ему никто не мешал. Как говорится, у нас в спорте на макушке мотор все время на высоких оборотах. Это очень тяжело. Наша съемочная группа решила прибавить ребятам еще работы. Добить окончательно мотоциклы. Они проверили, смогут ли они. Да-да-да, падать на поле. Мотоциклы. Поставьте, что положено. Кому за 40, может уже с кофе ходить. Побили нас сильно. Все синие, все всадины. Сейчас в аптеку. Контор показа будет аптека. Скажи, наши препараты не внесены в список ВАДА. Шуткуете все? Ну, как вообще возможно играть на мотоцикле, будучи, еще и мяч держать? Большой мяч реалити-шоу на Видное ТВ. Лови!